В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Учитель года России Дмитрий Григорьев стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса. Зимой и летом на том же месте, как убрать брошенный во дворе автомобиль. Далее расскажем обо всем подробно. В этом году учеников на итоговые аттестации не обязательно рассаживать в шахматном порядке с соблюдением полутораметровой дистанции. Но, тем не менее, требования по минимизации контактов между детьми пока сохраняют. Роспотребнадзор сообщил о правилах проведения ЕГЭ в школах. Отменяли требования по закреплению за каждым классом отдельного учебного кабинета, а также необходимость соблюдать в классах, где идет аттестация, социальную дистанцию между учениками не менее полутора метров. Все еще нужно составлять графики явки школьников на итоговую аттестацию. Члены экзаменационных комиссий должны быть в масках. Классы, где проводят экзамены, должны регулярно проветривать и убирать с применением дезинфицирующих средств. Кроме того, при проведении итоговой аттестации не допускают более одного экзамена в день. А при проведении ЕГЭ по предметам по выбору учеников возможно проведение экзаменов через день. При продолжительности экзамена 4 часов и более обучающихся должны обеспечить питанием, независимо от продолжительности экзамена питьевой водой. Время ожидания начала экзамена в классах не должно превышать 30 минут. Победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России» второй год подряд становится Саровчанин. На площадке точки кипения Мининского университета состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России». Подробности далее. Итак, тема сегодняшнего урока – свойства прямоугольных треугольников. Записываем. Учитель – это призвание. С известной фразой Дмитрий Григорьев согласен полностью. Его работа требует стопроцентной отдачи. Привить интерес учеников к своему предмету – задача сложная, но выполнимая. Достичь ее помогает два способа – нестандартная подача материала и отношение к детям, рассказал педагог. Например, тот же самый парковый урок, когда мы выходим за пределы кабинета и проводим эти уроки геометрии на улице, когда они сами могут все попробовать. Ну и плюс еще само отношение к детям, наверное, вот это самое главное, что если ты не будешь любить детей, то и ребенок это не увидит, что бы ты ему ни говорил, как бы ты ему ни преподавал, то как бы ты ему ничего не рассказывал, то он тоже относится к вам будет. В конце марта Дмитрий Григорьев одержал победу в городском этапе всероссийского конкурса «Учитель года России». Как признается педагог, подготовиться к такому серьезному конкурсу ему помогал коллектив родного лицея. Спасибо моей команде. Вот если бы не команда лицея, с которым мы все вместе и продолжаем дальше готовиться, то одному это сделать нереально. Команда всегда поддерживает, команда всегда помогает, где-то похвалит, где-то наоборот, какие-то жесткие слова скажет, но тем самым наоборот мы исправляемся. Ну без команды ничего бы этого не получилось. Финал регионального этапа проходил 11 мая на площадке точки кипения Мининского университета. Участники провели очно для зрителей, членов жюри, мастер-классы и в заочном формате внеурочные мероприятия со школьниками. В видеоформате Дмитрий Григорьев раскрыл жюри свои секреты профмастерства. Все очень просто. Вот мои слагаемые успеха. Все могут пять пальцев, если их достать из кармана. Веди ученика, но не тяни его за собой. Побуждай, но не заставляй. Указывай на путь, но позволь ему идти самостоятельно. Вот так и учитель. Его роль мало, его роль огромна. И какие бы технологии нас не окружали, поставить ребенка именно в ту точку, откуда видна радуга, может только учитель. Борьба была напряженной. За победу боролись сильнейшие. Но вот итоги подведены. И на церемонии награждения после слов ведущего и победителем становится звучит фамилия Дмитрия Андреевича. Однако на этом испытания не заканчиваются. Впереди еще одно, самое ответственное. Представлять область на федеральном этапе уже этой осенью в Тюмени и в Москве. Желаем Дмитрию Григорьевичу новых успехов. Анна Пилипец, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов Юга и Центра России продлили до 19 мая. В списке воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Росавиация рекомендует авиаперевозчикам использовать вместо них аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Остальные аэропорты РФ работают штатно. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Комиссию, которую банки взимают с операторов в связи за оплату их услуг, необходимо ограничить одним процентом, считают Минцифры. Ведомстве предлагают установить единое комиссионное вознаграждение по платежам за услуги связи вне зависимости от способа оплаты. Ранее комиссию ограничили за прием и перевод платежей абонентов в связи с использованием платежных карт. Теперь предлагают также уменьшить комиссию с операторов связи за оплату их услуг из приложений или на сайте кредитных организаций, которыми пользуются более 85% абонентов. Новая версия законопроекта об агрегаторах такси, внесена в Госдуму, планирует установить ответственность службы заказа перед пассажиром за вред, причиненный в результате ДТП. Запрещается управлять такси лицам, имеющим более трех непогашенных штрафов за ДТП или непрошедшим аттестацию на знания местных достопримечательностей и объектов здравоохранения. В случае, который определит правительство РФ, такси будут оборудованы устройствами контроля за вниманием и усталостью водителя. Самозанятые водители смогут работать через службы заказа такси. С 15 апреля в КБ-50 работает единая справочная служба. Она объединила все городские поликлиники – первую, вторую и детскую. Позвонив по телефону 9-55-11, пациент, независимо от своего прикрепления, может вызвать врача на дом, себе или ребенку, записаться на прием, получить информацию о работе поликлиник и специалистов, узнать о том, как пройти диспансеризацию и вакцинацию. Звонки принимаются по будням с 7 до 19.00, в субботу с 8 утра до 16.00. У окон дома уже больше года стоит машина. Куда обратиться, чтобы ее убрали? Или окна выбиты, двери открыты, дети играют в салоне, хозяин все никак не объявится? С подобными вопросами в нашу рубрику «Городской дозор» сыровчане обращались неоднократно. О том, что делать, если автовладельцы вместо свалки решили поставить свое сломанное транспортное средство под окнами домов, расскажем далее. Старые, ржавые, со спущенными колесами, а порой и разбитыми стеклами, брошенные авто – не редкость для многих городов. Саров не стал исключением. Жители некоторых дворов месяцами, а то и годами наблюдают удручающую картину. Однако в силах жителей двора освободить вечно занятое парковочное место. Вопросом эвакуации брошенного и разокомплектованного автотранспорта занимается департамент городского хозяйства. В данном случае у нас есть главный специалист, который занимается этим вопросом. Это Карамшева Екатерина Анатольевна. К ней можно обратиться и по телефону, в том числе 97729. В том числе различным другим образом, например, через электронную почту администрации, или на сайт администрации, или через портал госуслуг, через портал обратной связи. Жителям важно понимать, что после обращения авто не исчезнется два раза несколько дней. Процедура признания транспорта брошенным и разокомплектованным займет время, рассказала Ольга Чапарина. Для этого департамент формирует специальную комиссию, член которой в течение пяти рабочих дней выезжает на место, осматривает машину, фотографирует. Затем комиссия принимает решение, отнести авто к категории брошенных или нет. Далее в течение трех рабочих дней, с момента принятия данного акта, комиссия, в случае, если у нас собственник есть, но есть признаки того, что он отказался от автомобиля, размещается, уведомление ему направляется, в котором указывается о том, что в течение 20 дней он должен данное транспортное средство эвакуировать, самостоятельно переместить на специальное место хранения. Если владелец все же не объявится, авто эвакуируют на спецстоянку. У владельца забытого транспорта останется всего месяц, чтобы заявить о правах на собственность. В противном случае департамент направит в суд пакет документов о признании авто без хозяина. Однако проводят такие процедуры только с машинами, которые попадают под категорию брошенных и разокомплектованных. А потому такие машины должны отвечать следующим признакам. Одним из признаков является то, что собственник бросил свой автомобиль, он от него каким-либо образом отказался. И также не может быть этот автомобиль эксплуатирован. То есть в том числе отсутствуют какие-либо агрегаты, детали, грязно в салоне, отсутствуют двери, колеса спущены. То есть и другие можно варианты перечислять. Как раз таких моментов, по которым можно определить, что транспортное средство не может перемещаться. Сообщить о брошенном авто можно по номеру 97729. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. В завершении майских праздников в Сарове прошел забег по пересеченной местности Саров Трейл-2022. В трех дистанциях на 5, 10 и 20 километров приняло участие более 100 спортсменов. В день забега погода в городе ощутимо испортилась. Температура опустилась до 4 градусов. Соревнование сопровождал холодный дождь. Но несмотря на это Саров Трейл-2022 состоялся. Для тех, кто не знает, трейл – это сокращенный от трейл-райнинг, бег по пересеченной местности, по естественному рельефу, то есть по грунту, по горам, по корням, по всему, что есть у нас в природе. Руководила соревнованиями Федерация лыжных гонок Нижегородской области. Основные участники забега – лыжники спортивной школы Олимпийского резерва «Атом», а также спортсмены-любители Сарова. На самом деле самым большим сюрпризом для меня было, что больше всего участников заявилось на дистанцию 20 километров. Я так понимаю, что для многих участников это вызов. Там действительно дистанция сложная, там настоящий вызов, там есть грязь, есть подъемы, есть спуски, корни, в общем, все. Саровчане умеют успешно совмещать активные занятия спортом и другие хобби. Так Никита Баринов известный знаток игры «Что, где, когда» прибежал первым на дистанции 5 километров. У нас есть довольно крупная группа легкопедов, которые тренируются у Сергея Курина. У нас очень сильные результаты есть. Например, Макс Киштанов – один из сильнейших марафонцев, наверное, даже в области. Он и в Нижегородске марафон выиграл. Сергей Курин сам очень сильный бегун, тоже прекрасно бегает в дистанциях. И у нас много людей, которые показывают хорошие результаты, поэтому неудивительно, что и у меня получается. Медаль и незабываемые эмоции получили все участники забега. Эти трудные испытания в 5, 10 и 20 километров спортсмены прошли вместе. И несмотря на холодную и хмурую погоду, Саровтрейл прошел успешно. Темные, светлые, чистые и с натуральными добавками. На любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 12 по 15 мая там проходит медовая феерия. Сезон простуд в самом разгаре. Укрепить иммунитет и повысить защитные силы организма поможет мед. Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах России, в том числе и в Сарове. Побывав на медовой феерии один раз, горожане возвращаются за любимым лакомством снова и снова. Если хранить продукт пчеловодства правильно, то он не потеряет свои лечебные и вкусовые свойства на протяжении длительного времени. Есть мед можно ежедневно в небольших количествах. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще в советский ГОСТ температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Каждый сорт обладает уникальными свойствами. Мед акация гипоаллергенин. Его можно как взрослым, так и детям. Мед с дягеля и прополисный мед улучшают работу желудочно-кишечного тракта. Хвойный и каштановый помогают работе сердечно-сосудистой системы. Дониковый мед благотворно влияет на нервную систему. Гречишный богат железом и повышает гемоглобин. Также на медовой феерии вы можете найти майский, цветочный, липовый и высокогорный мед. Здесь представлены и достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабета. А мед диких пчел содержит много витаминов и антиоксидантов. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молоко, настойку прополиса на воде и пергу. Она помогает для поднятия иммунитета и восстановления силы. Пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с железами и заложила уже в соты. И уже в соты она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Вкусное предложение для сладкоежек – натуральной конфитюрой северных ягод. Это полезное лакомство станет лучшим дополнением к любому чаепитию. Не пропустите! «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 12 по 15 мая с 10 до 17.00. Телефон – плюс семь девятьсот двадцать семь ноль шестьдесят четыре тринадцать девяносто. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники». Там же вы найдете информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей!